Это... это игрушка. Но фильм не будет то игрушка. Фильм будет то настоящий тепловозов ТЭП-60. Учитывая необходимость замены пассажирских паровозов на линиях, переводим на тепловозную тягу. Министерство путей сообщения в 1956 году выдало Коломенскому тепловозу строительному заводу техническое задание на проектирование пассажирского тепловоза. В техническом проекте Коломенский завод в мае 1959 году представит три варианта тепловоза. Односекционный, двухкабинный, с двумя двухосными тележками, такой же, но с двумя трехосными тележками, и такой же, как первый вариант, но только с одной кабиной управления в секции, то есть двухсекционный. Для первой череды постройки опытного образца пассажирского тепловоза был принят второй вариант, для которого и завод выполнил рабочий проект. В середине 1960 года на Октябрьской железной дороге начались испытания первого тепловоза ТЭП-60-0001. ТЭП-60-001 и ТЭП-1000-002 прошли испытания по воздействию на путь. На основании этих испытаний ЦНИ-МПС сделал вывод о целеозобразности использования тепловозов ТЭП-60, а не ТЭП-1000 для обслуживания пассажирских и особенно высокоскоростных поездов. В результате в 1961 году Коломенский тепловозостроительный завод начал выпуск тепловозов ТЭП-60. В 1964 году Коломенский завод выпустил двухсекционные тепловозы два ТЭП-60-0001 и 0002, которые испытывали на линии Москва-Брест. Секции этих тепловозов отличаются от тепловоза серии ТЭП-60 только наличием перехода из рядом расположенных кабин машиниста и смещением автосцепного устройства, то есть удлинением секций на 75 мм. В переходной кабине оставили все оборудование, которое было у односекционного тепловоза. Единственным изменением были дверцы, которые ввели в переходную шахту. Такое решение позволило использовать секции отдельно. Внешний вид, общая компоновка тепловоза, а также устройства ходовых частей, характерны для скоростного локомотива. Односекционный тепловоз ТЭП-60 предназначен для обслуживания поездов весом 1100 тонн с максимальной скоростью следования на площадке 110 км в час и на подъеме 9 рублей около 50 км в час. Двусекционный тепловоз 2 ТЭП-60 для обслуживания дыхающих поездов со скоростями на площадке до 150 км в час и на подъеме до 80 км в час. Наибольшая касательная мощность тепловоза ТЭП-60 в час воды 1580 кг, запас масла дизеля 80-80 и кидростатического привода 90 кг, запас песка 600 кг. У габаритов Наибольшая высота отколовки рельсов 4780 мм Наибольшая ширина по выступающим частям 3316 мм Расстояние между осями автосцепок 19,25 м База тепловоза 15 м Расстояние между серединами шкворней тележек 10,2 м Колея 1524 мм И габарит 1Т У тепловоза автосцепки СА-3 И минимальный радиус проходимых кривых 125 метров На тепловозе применен сварной насущий кузов представляющий собой соединение главной рамы Боковых ферм, то есть стенок Крыши и двух кабин в единую пространственную конструкцию, которая воспринимает вес устройств, расположенных в кузове Динамические нагрузки при трогании с места и следовании в пути Кузов тепловоза установлен на двух трехосных сбалансированных бесчелюстных тележках На каждую тележку кузов опирается на две главные вертикальные опоры маятникового типа, снабженные резиновыми конусами и четырьмя пружинными опорами, расположенные по две с каждой стороны тележки Эти опоры позволяют раме тележки при прохождении кривых поворачиваться и иметь поперечное перемещение Рессорное подвешивание тележки включает цилиндрические пружины, расположенные около букс и листовые рессоры с балансирами Колеса у тепловоза с диаметром 1050 мм На тепловозе применено двухстороннее торможение колесных пар и управление тормозами электропневматическое На первых тепловозах устанавливали не металлические, а композиционные тормозные колодки При эксплуатации этих колодок наблюдалась ненормальная выработка бандажей по поверхности катания, повышенный нагрев и быстрый износ гребней бандажей Поэтому завод перешел на выпуск тепловозов с номера 0018 с чугунными колодками В связи с этим для повышения нажатия колодок изменили тормозную рычажную передачу На тепловозе имеется шесть тяговых электродвигателей, то есть у каждой колесной пары тяговый двигатель Тяговые двигатели в режиме тяги постоянно и параллельно соединены с генератором Такое соединение электродвигателей обеспечивает наилучшее использование веса И в случае неисправности одного из них меньше снижает силу тяги тепловоза Тяговые электродвигатели выполнены с опорно-рамным подвешиванием Их вес не воспринимается осями Они укреплены к храме тележки и входят в подрессорное строение тепловоза На тепловозе установлен двухтактный шестнадцатицилиндровый С V-образным расположением дизель 11D45 с мощностью 3000 л.с. Главный генератор постоянного тока и с независимым возбуждением и принудительным охлаждением От вала дизеля приводится ряд вспомогательных установок тепловоза Со стороны турбокомпрессора приводится вентилятор для охлаждения тяговых двигателей задней тележки И мультипликатор кидростатичного привода вентиляторов холодильника Вода охлаждается в водовоздушных секциях, применяемых на тепловозах TE3 Воздух через секции прогоняется двумя аксиальными шестилопастными вентиляторами Вентиляторы приводят в движение от гидромоторов, которые работают под давлением масла, составаемым гидронасосами Такая система привода, получившая название гидростатического, впервые применена на тепловозах ТЭП-60 А что нам скажет бывший машинист и инструктор Битовского Депо Куряков Сергей Иванович насчет гидростатики? Во время эксплуатации тепловозов наиболее внимание нужно локомотивной бригаде уделять на работу гидростатики Это, которая уходит в систему охлаждения дизеля Ну а также смотреть за температурным режимом Так как это наиболее уязвимые места на тепловозе Это дизель со стороны холодильника С другой стороны от генератора гораздо интереснее Со стороны генератора дизель приводит в движение подвоспудитель Вентиляторы для охлаждения генератора и электродвигателей передней тележки Главного генератора Компрессор КТ-7 И двухмашинный агрегат Состоящий из возбудителя генератора И вспомогательного генератора для освещения, цепей управления и подзаряда аккумуляторных батарей Для прогрева дизеля перед пуском находился на тепловозе котел-подогреватель Находился где-то тут Но с номера 502 это больше не ставили Со стороны генератора кроме вспомогательных машин находятся еще туалет И высоковольтная камера Сокращенно ДВК За ней на задней стене находятся все нужные переключатели для смены кабины Перед ВВК За лючком находятся автоматы для включения всех вспомогательных цепей тепловоза Также на стене ВВК есть автоматы для включения освещения И кнопки для проверки заземления Стена камеры, обращенная к кабине машиниста, имеет двухстворчатые двери, остекленные оргстеклом Внутри высоковольтной камеры находятся разные контакторы, реле, электропневматические контакторы, реверсор и т.д. При неработающем дизеле питание 75 В идет от аккумуляторов которые находятся у топливного бака сялюками. Со временем электросемы тепловоза изменяли и усовершенствовали, как помнит бывший машинист-инструктор Витебского депо Куряков Сергей Иванович. Ну я еще в своей практике застал первые тепловозы ТЭП-60, вот хорошо помню номер 46 был, он имел старую электрическую схему, имел старую систему возбуждения, но в деталях я мало помню, почему, потому что из-за давности времени, но хочу сказать, что, конечно, первые тепловозы были как бы испытательные, они давали сбои в работе, потом пошли уже более современные, новейшие тепловозы, в которых схема была усовершенствована электрическая, и системы тепловоза были усовершенствованы, которые работали уже потом устойчиво, и сбою практически в процессе поездки не давали. Несмотря на улучшения, электросхема на тепловозе ТЭП-60 простая. Как один машинист сказал, электросхема простая, как лопата. По принципу так же думает машинист Витебского депо паровой Станислав Анатольевич. Ну, скажем так, на ТЭП-60 чувствуешь себя спокойнее. Почему? Потому что практически неисправностей, из которых нет выхода из положения, из положения на ТЭП-60 нет. Это, если уже полностью выход из строя агрегата, это только вот этот случай. Все остальные случаи, неисправность электрической схемы. Ну, здесь выход из положения всегда есть. Начиная от сбора аварийной схемы, ну и так далее. Между кабинами и машинным отелением предусмотрен тамбур с дверьми для входа снаружи в дизельное помещение с каждой стороны тепловоза. Та кабина, около которой расположена высококовольтная камера, считается передней, как кабина А. И кабина со стороны холодильника считается как вторая или кабина Б. А пройдем в кабину. Кабина отделена от машинного отделения теплозвукоизолированными стенками, посередине которых навещаны кераментичные двери с окнами, имеющими двойные стекла. Потолок. Боковые стенки. И в особенности пол и задняя стенка кабины тщательно изолированы. Вся кабина обшита перфорированными стальными листами, а деревянный пол покрыт винолеумом. Для машиниста и его помощника сиденья установлены и закреплены на полу и могут регулироваться по высоте. Два дополнительных откидных сиденья укреплены на задней стенке. Передняя и боковые стенки кабины имеют сплошное остекление из оргстекла с узкими вертикальными стойками, которые являются силовыми элементами каркаса кузова. Два таких элемента расположены на передней стенке кабины таким образом, что образует дверной проем во второй кабине каждой секции двухсекционного тепловоза 2 ТЭП-60 для прохода из одной секции в другую. У тепловоза ТЭП-60 три лобовых окна. Так как было сказано ранее, тепловоз с рождения был предусмотрен двухсекционным. В кабине А под средним окном колесо ручного тормоза. Но в кабине Б расположение такое, что колеса ручного тормоза нет и к потенциальной шахте перехода имеется доступ. Благодаря среднему окну переделать тепловоз на двухсекционный можно без особого труда, при этом не задевая другие окна и не ослабляя конструкцию кузова. Такое оригинальное решение позволило оставить все нужное оборудование для управления тепловозом из кабины Б и использовать его односекционным в отличии от, например, тепловоза 2 М62. Рукоятка бдительности. Средства звуковой сигнализации, управление песочницей и тормозные экраны находятся справа. По части свистка ручкой на себя свисток. От себя тифон. Пульт машиниста имеет наклонное табло, на котором размещены контрольно-измерительные приборы, а контроллер, радиостанция и скоростный мер находятся слева. Контроллер машиниста имеет две рукоятки. Реверсивную, с позициями назад 0 и вперед. И главную, с позициями 0 и 1 до 15. На позиции 0 и 1 скорость вращения вала дизеля минимальная. То есть 400 оборотов в минуту. Каждая последующая увеличивает скорость на 25 оборотов в минуту. И на 15 позиции он достигает 750 оборотов в минуту. Продолжение следует. Как выглядит пуск дизеля покажут нам помощник машиниста Лещенко Валерий Васильевич и машинист Паровой Санислав Анатольевич Переключаем кабину Все, переходим туда Включаем автомат Давление топлива Давление топлива Топливный насос работает Слышно? Да, слышно И нажимаем Это пока прокачка моющих Сейчас он отключает свое время И пойдет проворот Отлично А как тронуться с места? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ А как заканчивают поездку и меняют копьяну? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Интересно, как выглядела бы поездка на линии из кабины машиниста? ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красиво. А интересно, как вы в бригаде описали бы тепловоз ТЭП-60? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Простой, доступный, доступный в обслуживании, простой в управлении. На свое время, на свое время выпуска комфортный. По отношению к ТЭП-70, да, кабина больше, комфортнее. В отношении ТЭП-70, ТЭП-70 БС, БС комфортнее. В том плане, что там уже стоит кондиционер. Но на свое время, и даже на сегодняшний день, на сегодняшний день по управлению, и, ну, если можно так выразиться, по безопасности, он соответствует. Я бы выразился так. Интересно, были ли какие-то типичные неисправности, которые могли возникнуть в пути? Ну как, неисправности были, но чтобы именно типичные какие-то, я таких типичных назвать не могу. По крайней мере, у меня, чтобы они были типичные, но не встречалось такого. Ну это же здорово! Из наиболее крупных конструктивных изменений, внесенных во время выпуска тепловозов ТЭП-60, можно отметить, что с тепловоза номером 0167 внесены конструктивные изменения в дизель-генератор, и он стал обозначаться 11D-45A. С этого же локомотива несколько переделана система охлаждения дизеля. Снята водовосточные секции, просмещенные в крюше кузова, а вода, получившая тепло в водомасляном тепломынике, охлаждается в секциях, установленных в боковых стенках кузова. В связи с этим, изменились и расположения жалюзей по бокам тепловоза. В 1967 году на тепловозах 0193 и 0194 по предложению в НИТИ было установлено опытное оборудование для арестатного торможения. Это оборудование после повреждения было снято с тепловозов в депо Ленинград-Пальтийский-Октябрьской железной дороги. На одном из тепловозов, тепловозе ТЭП-60А-211, вместо дизеля 11Д-45А в виде опыта был установлен дизель 5Д-49. Но этот тепловоз в эксплуатацию не отправили, и его кузов использовали при испорке тепловоза 0258. С тепловоза 0437 поменяли синхронный подвоспудитель на более совершенный. В 1974 году вместо тяговых электродвигателей ED-108 начали выпускаться электродвигатели ED-108А. В 1985 году с тепловоза 1234 в электрических цепях системы автоматического регулирования возбуждения тягового генератора были заменены некоторые элементы. При постройке тепловозов в периоде с 1976 до 1985 года Коломенский завод вносил в их конструкцию отдельные изменения, не влияющие на основные тяговые параметры. С тепловоза 859-й стал применяться ключ аварийной остановки поезда, обеспечивающий одновременно экстренное торможение, остановку дизеля и подачу звукового сигнала. С тепловоза 906-й, старый, встроенный контроллер машиниста КГ-1501 был заменен контроллером КВ-1552, который имел рукоятку в форме колеса на пульте. Первые тепловозы ТЭП-60 работали некоторое время на линии Москва-Ленинград, а затем тепловозы этой серии начали обслуживать пассажирские поезда Ленинград-Тайлинн, Лозовая-Мелитополь и на ряде других направлений. Первые три тепловоза ТЭП-60 прибыли в депо Засулаукс в декабре 1963 года с номерами 0058, 59 и 60. В советское время по всей Прибальтийской железной дороге работали только тепловозы ТЭП-60 из депо Засулаукс. С 1963 по 1992 года вес пассажирских поездов увеличился с 850 до 1300 тонн, то есть с 15 вагонов до 22 вагонов. Скорость возросла до 120 км в час, и поэтому с 1985 года скорые поезда на Москву, Калининград, Минск и Тайлинн начали обслуживаться вначале двумя тепловозами ТЭП-60 в сцепе с двумя локомотивными бригадами, а затем с тепловозами два ТЭП-60 с одной локомотивной бригадой. Итого на Прибальтийскую железную дорогу поступило 90 тепловозов серии ТЭП-60 и 8 тепловозов два ТЭП-60. Все они имели приписку к ТЭЧЕ-2 и это локомотивное тепло Засулаукс. На баланс латвийской железной дороги с 1 января 1992 года были приняты 58 тепловозов ТЭП-60 и 8 тепловозов два ТЭП-60. Остальные к тому времени были уже списаны, так как первые тепловозы, поступившие на Прибальтийскую железную дорогу, к тому моменту свой ресурс уже израсходовали. Так как Эстония и Литва остались без пассажирских тепловозов, в мае 1992 года произошел раздел тепловозов между латвийской, эстонской и литовской железной дорогой. На эстонскую железную дорогу передали 7 тепловозов ТЭП-60, в Литву были переданы 12 тепловозов ТЭП-60. Все тепловозы два ТЭП-60 остались на латвийской железной дороге. Тепловозы два ТЭП-60 из-за ненадобности после развала Советского Союза вообще не ездили. После этого некоторые из них какое-то время стояли в резерве на базе запасов Резикне и их потихоньку начали резать. Оттуда на порезку последнее увезли в 2006 году. В 1994 году в Латвии эксплуатировалось 19 тепловозов ТЭП-60. С пассажирскими поездами они работали до 1997 года. В Латвии из ТЭП-60 остался их самый крупный серийный номер 1206, который с 2005 года стоит в Рижском железнодорожном музее. Также во внутренней экспозиции есть часть кабины тепловоза номер 0627 под номером 0192. Третий с номером 0925 стоит во дворе Далгопольской профессиональной средней школы. Как и ранее сказано, в Эстонии было 7 тепловозов ТЭП-60 с номерами 0222, 0315, 0319, 0339, 0922, 0924 и 0994. В эксплуатации они были до 1297 года. Последним тепловозом в поездной работе был самый старый из них 0222. Единственным из них остался 0924, который за моей спиной в железнодорожном музее Апсалу. В музее он прибыл в рабочем состоянии, но из-за отсутствия ограды и охраны его скоро разграбили. Внешне его восстановили в 2011 году, но из-за безразличия руководственного музея лобовые стекла и окраска были сделаны неоригинальными. По словам руководственного музея, это была ошибка майоров, ее скоро обещали исправить. Ну, прошло 4 года и, как вы видите, ничего не изменилось. В Литве от осталось 12 тепловозов с номерами 0202, который вообще-то был 0765, 0256, 0284, 0286, который вообще-то был 1112, 0325, 0327, 03151, 0923, 0926, 0927, 0992, 0992, 0993, 0992, 0993, 0993, 0993, 0993, 0993, Скорела ВВК и Кабина. Тепловоз восстанавливать не стали. Последние тепловозы с окраской похожие на оригинальную сняли с эксплуатации 8 сентября 2010 года и их порезали в июле 2011-го на металлолом. В работе осталось два тепловоза в окраске литовских железных дорог 0.923. И 0.926. Но и их время вышло, и в октябре 2011-го года их сняли с эксплуатации. 0.923 порезали на металлолом, а 0.926 сохранили, и теперь он стоит в Вильнюсском железнодорожном музее. 0.926. 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 1. 0.926. 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 тепловозы ТЭП-60 работают также и в Депло-Минск. В общем, на Белорусской железной дороге работали примерно 130 односекционных тепловозов ТЭП-60. На Белорусской железной дороге работали и двухсекционные тепловозы два ТЭП-60. Из них 5 с номерами 0049 до 0053 перестроили в односекционные тепловозы ТЭП-60. В секции А получили тот же номер, который был у два ТЭП-60, то есть 0049, 0050 и т.д. В секции А в начале номера добавили единицу, например, 0149, 0050 и т.д. За все время на учете Белорусской железной дороги было 34 двухсекционных тепловоза ТЭП-60. В Брестском музее в 2015 году есть тепловозы 0437 и 0774, в музее Барановичи есть 0369, окраска которого похожа на оригинальную. Единственный тепловоз с холодильником старого образца ТЭП-60-021 был в Брестском музее, но его порезали на металлолом. Так что когда-то отправили в музей тепловоз два ТЭП-60-0017, но и его порезали на металлолом, как и ТЭП-60-021. Односекционный тепловоз ТЭП-60 выпускался с 1960 по 1985 года, всего было выпущено 1241 тепловозов. Двухсекционный тепловоз два ТЭП-60 выпускался с 1966 по 1987 год небольшими партиями и не каждый год. Всего было выпущено 116 двухсекционных тепловозов, которые отправляли в депо, где уже имелись тепловозы ТЭП-60 для работы с тяжелыми пассажирскими поездами. В 1989 году на Полтавском тепловозо-ремонтном заводе переделали около 60 тепловозов ТЭП-60 в двухсекционные тепловозы два ТЭП-60. Новые тепловозы получили шестисотные номера и они работали не Октябрьской, Северной и Южной железной дороги. Коротко. Тепловоз строился с 1960 по 1987 года. Всего построено 1473 единицы. Ну а может быть у бывшего машинистного инструктора Витебского депо и у работающего машиниста есть что-то добавить о тепловозе ТЭП-60. Про тепловоз ТЭП-60 могу только сказать одно. То, что это самая удачная конструкция советского тепловозостроения, что говорит о том, что тепловоз работает уже на протяжении 45 лет буквально без замены силовой установки. Практически новую установку тут нигде не устанавливали, только ремонтировали. Что можно добавить? Только можно поблагодарить конструктору, кто создал эту тепловую. Что к нему можно добавить? Отслужил большой срок. С какого? С 90... С 94-го года, с 94-го года, чтобы на нем не доехать, у меня такого нет. Всегда привозил домой. Я не могу назвать вот на данный момент равнозначный тепловоз по надежности. Да, ТЭП-70 хороший тепловоз, БС хороший тепловоз комфортный, но по надежности, наверное, нет. Тепловозы ТЭП-60 и два ТЭП-60 присозны для пассажирских пассажиров, и с электровозами ЧС-2 они получили широкое распространение на железных дорогах СССР. После 55-летней истории их время уже уходит, и теперь можно их найти только в музеях. Но в 2015 году есть еще одна железная дорога, где их используют, и это Белорусская железная дорога. Когда я перешел работать из грузового движения в пассажирское на тепловозы ТЭП-60, то это уже было, конечно, самое лучшее время в моей памяти. Потому как тепловозы ТЭП-60 были ухоженные, новее тепловозы, которые эксплуатировались в грузовом движении серии ТЭП-3. На них было приятно работать. Ну и потом чувство ответственности было выше, потому как за спиной были пассажиры. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...